А для тех, кому еще рано думать о поступлении, лето – время сказок. В Театре кукол снова премьера. К новому сезону здесь подготовили спектакль для малышей. «Муха-цикотуха» по известному стихотворению Корнея Чуковского заиграла новыми красками. На предпремьерном показе спектакля побывала наша съемочная группа. «Муха-муха-цикотуха» – позолоченное брюхо. Всем известные строчки и стихотворения Корнея Чуковского снова звучат со сцены. Правда, главная героиня здесь обрела ироничный и несколько капризный характер. Любопытно следить не только за развитием сюжета, но и за взаимодействием артистов, которые здесь тоже герои спектакля. На протяжении всего действия они соперничают между собой, конфликтуют, подстегивают друг друга колкими фразочками. «В первую очередь у нас здесь режиссер ставил взаимоотношения между артистами, а спектакль идет параллельно с их взаимоотношениями». Яркие, красочные куклы привлекают внимание зрителя, а находки актеров в управлениями оживляют куклы, создавая для каждой из них особенный характер. «Вот такие они куклы. Маленькие, интересные, миниатюрные. И, соответственно, мы своим, как говорится, своим видом, как актеры, их не должны особо затмевать, поскольку это куклый театр, больше на них внимания». Режиссер Павел Акинин ставит на челнинской сцене уже пятый спектакль. На этот раз он использовал много движения, интерактива, общения с детьми. Сегодня за детей в зале были сотрудники театра, которые тоже с удовольствием приняли участие в спектакле. «Корний Иван Чуковский – это бессмертная детская классика, и каждый режиссер смотрит на нее своими глазами. Я увидел в этом некую долю иронии, юмора, пародийность, веселость, и поэтому захотелось сделать что-то такое искрометное, веселое, азартное». Азартом артисты действительно заряжают. Несмотря на то, что на протяжении спектакля на сцене находятся всего два актера, куклы не перестают пестреть перед глазами зрителей, вовлекая его в свой мир. Зрители смогут увидеть муху-цукатуху уже в сентябре в новом сезоне. Ферония Суриманова, Роман Гейтман, Челны, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова